Сегодня в преддверии Великого праздника Богоявления Господня или Крещения нескончаемые потоки верующих тянутся в храм, чтобы поставить свечи, помолиться и осветить воду, которая в эти праздничные дни наделяется особыми чудесными свойствами. Воду на Богоявление освящают два раза. Накануне 18 января в Крещенский Сочельник чином Великого освящения воды, которую еще называют Великой Агиасмой. И второй раз в день Богоявления 19 января на Божественной Литургии. Сегодня освящаю воду, которая по своему составу одинаковая, но она получает особую благодать в эти дни. Потому что и 18, и 19 в день Богоявления Господня люди приходят за водой, чтобы прежде всего очистить себя от всякой скверны. Крещенскую воду вкушают натощак, по ложечке, по чуть-чуть. Встал человек, перекрестился и спросил благословения у Господа на начавшийся день, умылся, помолился и принял Великую Святыню. Если предписан прием лекарств натощак, то сначала принимают святую воду, а потом и лекарства, потом завтрак и прочие дела. Подвижники христианского благочестия называют освященную воду лучшим лекарством от всех духовных и телесных недугов. А если в такой воде искупаться, и вовсе происходит очищение. Все благочестивые обычаи с каждым годом привлекают людей к этому все больше и больше. И также сегодня, всю ночь будет совершаться освящение воды у нас на Ореховом озере. Сегодня в ночь верующие будут нырять в специальные купели. А вот последователи зимнего плавания начали праздновать крещение заранее и купаются уже в сочельник. Греческое слово, переданное на славянский, и затем на русские языки словом крещение более точно следует переводить как погружение. Иоанново крещение было по сути очистительным омовением. Христианское же крещение понимается как взятие на себя креста. История всего праздника значима для всего христианского мира, так как сегодняшний день благодать Божия сошла на реку Иордан, так как в нее вошел Спаситель мира. Праздник относится к числу двун и десятых и любим людьми. Те, кто не собирается купаться в проруби, все равно приходят в храм за святой водой. Уже сегодня, в преддверии богоявления. Пришла очень рано и почувствовала я вот необыкновенную благодать. Вот такая благодать, что я всю службу, хотя я плохо спала сегодня, я ее все простояла, а мне уже не так мало лет. Мы вообще сюда ездим, мы питаемся только такой водой. Набираем 20-литровые бутыли и дома питаемся только такой водой. А купаться сегодня не собираетесь в проруби? Нет, здоровье не позволяет. Ну, уважаю это чувство, считаю, что это правильно, надо храм восстанавливать. Церковь, наверное, все-таки учит добру, смирению, поэтому хожу. Купаться будете сегодня? Нет, здоровье не позволяет, так бы с удовольствием. Иордань – это специальная купель, вырубленная в любом водоеме и освященная в день крещения Господня. На Руси испокон веков удалые молодцы окунались в эту купель и даже плавали в ледяной воде. Считалось, что таким образом можно смыть себя все грехи. Но церковь учит, что очиститься от грехов можно только через покаяние. А купание – это всего лишь традиция, к тому же необязательная к исполнению. Но если вы все же решились окунуться в ледяную прорубь, помните, что делать это надо разумно, учитывая свое состояние здоровья. Спасибо.